Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале. Сегодня хочу с вами поделиться рецептом, который готовлю летом, не просто для того, чтобы охладиться в жаркую погоду, но еще и помочь своему организму. Я делаю супер напиток. Напиток этот делается из двух апельсинов, лимона и имбиря. Для приготовления напитка нам необходимо почистить апельсин, то есть удалить все лишнее. Можно использовать корку в приготовлении, но тогда обязательно вымыть тщательно поверхность. Если не хотите использовать корку, удалите. Но лимон используем только с кожурой. Имбирь зачищаем от верхнего слоя. Нам необходимо цитрус измельчить и имбирь измельчить. Для этого буду использовать комбайн для измельчения. Нарезаем имбирь помельче. Сок лимона содержит большое количество витамин С. Апельсин также содержит много витамина С. Чтобы его сохранить, необходимо выжать сок. Потому что если мы будем измельчать вместе с соком, витамин С полностью окисляется. Берем баночку, где будем делать напиток и выжимаем туда лимон. Также и апельсины. Берем пополам, выжимаем сок. Берем комбайн. Измельчаем сюда апельсин вместе с коркой. Полностью измельчили лимон и апельсин. Перекладываем в емкость и будем готовить наш вкусный напиток. Можно добавить сюда мед. Сладость сюда не помешает. Можно добавить сахарный сироп. Все по желанию. У меня мятный сироп, который мы готовили. У нас есть рецептик, кому интересно, можете посмотреть. Мятный сироп готовится очень просто и очень вкусный и ароматный. Я прямо добавляю сюда примерно 2-3 столовых ложки. Он придастся еще нашему напитку и легкий такой охлаждающий мягкий аромат. И плюс сладость. Берем газированную воду и выливаем в напиток. Добавляем обычной воды. До полного объема. Размешиваем все. Нужно нам накрыть марлечкой сверху. Теперь убираем напиток в теплое место. Можно даже поставить на солнышко и даем ему побродить на сутки. Через сутки будем готовить уже сам напиток. Смотрите, напиток наш готов. Как можно понять? Вот смотрите, все опустилось вниз. Это говорит о том, что он уже созрел. Теперь мы его процеживаем в чистую баночку. Напиток готов, но он концентрированный. Лучше всего его разводить. Разводить с обычной водой или с газированной. Это уж как вам понравится. Я делаю один к одному. Вот лимонад. Единственное, чуть-чуть сладости не хватает. Но я немного добавляла. Если кто-то не любит очень сладкое, лучше не делайте. Потому что сладость вызовет больше желания пить. Но он такой вкусный. Так как мы вначале добавляли газировку, небольшая газировочка чувствуется. Вкус такой приятный. Лимон. Сейчас мы сидим, это обалденный просто запах. Запах лета. Настоящего лета. Вы меня обязательно спросите, что делать со жмыхом. Первое, что я делаю со жмыхом. В виде кубиков замораживаем. Когда хочется какого-то холодного напитка. Вода. Берем кубик, кидаем. Это придаст приятный аромат и вкус в воде. И соответственно вкусно будет. Можно даже кубики эти кушать. Они будут очень вкусными. Можно жмых использовать повторно, приготовив лимонад. Но он уже будет не концентрированный. То есть соответственно мы его разводить уже водой не будем. Можно сварить очень вкусное варенье. Можно сделать цукаты. Все что угодно. Вот это не выбрасываем. Это бесценный материал, из которого можно приготовить очень много вкусных вещей. Лимонад готовьте и пейте обязательно в жару. Потому что это действительно великолепное средство для того, чтобы быть здоровыми. Чтобы чувствовать себя хорошо в жару. Так как витамин С работает во всех сферах нашего организма. И необходим для того, чтобы наши сосуды были чистыми. Чтобы вязкая кровь была. Чтобы кислород поступал. Чтобы мозг работал. Все здесь необходимо. Есть витамин С, фитонциды. Все, все, все. Только лишь необходимо приготовить. Готовится он очень легко и просто. Главное, что обязательно соблюдайте правила приема этого напитка. Не пейте натощак. На голодный желудок нежелательно. Все-таки там очень много кислоты. А кислота может вызвать раздражение желудка. После еды вполне себе реально попить такой напиток. Тем более это прекрасный охлаждающий напиток. Из холодильника. Он и детям будет полезен и взрослым. Всем, кому сегодняшний рецептик был полезен. Поставьте пальчик вверху. Будем благодарны. Всем до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok